библейский портал экзегет.ру представляет здравствуйте меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин и мы с вами на библейском портале экзегет сегодня мы с вами начнем читать вторую книгу Ездры но перед тем как мы прочитаем ее текст нам надо разобраться с вопросами иссагогики иссагогика это наука которая сообщает вводные сведения о всей библии либо о каждой книге в отдельности какие сведения автор дата место написания иногда когда шел до нас текст этой книги какая существует литература толкующая эту книгу вот это все вопросы иссагогики и так вторая книга Ездры почему она так называется потому что она рассказывает о священнике и книжнике Ездры но есть одна интересная особенность как эта книга называется в разных традициях в нашей русской традиции это вторая книга Ездры точно также славянской библии но если например посмотреть в Септуагенте древнегреческом переводе ветхого завета то эта книга будет называться уже первая а у нас первым первой книгой называется каноническая книга Ездры а я напоминаю что вторая книга Ездры не каноническая значит если посмотреть в вульгате она называется третья книга Ездры почему потому что в вульгате первая книга Ездры это каноническая книга вторая книга Ездры это книга Неймии в нашей традиции и как раз третья книга Ездры не каноничка это она там идет в приложениях практически на уровне апокрифов вот вот чтобы не путаться иногда в специальной литературе особенно переводной или вообще западный вторая книга ездры называется греческая книга ездры вот такая вот особенность с этой с этой книгой теперь несколько слов о структуре этой книги если посмотреть не вдаваясь какие-то особенные подробности то эта книга представляет собой компиляцию из разных канонических книг связанных с историей который был перед пленом когда евреев уводили вавилонские плены когда они вернулись из плена несколько этапов вот почему я говорю не вдаваясь в подробности потому что там есть свои расхождения с каноническими книгами там иногда их трудно объяснить почему такие расхождения появились ну и самое интересное в этой книге в 3 и в 4 главе рассказывается о споре трех телохранителей вот этого вот этой истории вот этого спора нигде нету в канонических книгах это вот сам оригинальная часть этой книги так вторая книга ездры эта компиляция когда была составлена эта компиляция ну понятно что скорее всего и эту компиляцию ездра не составлял потому что уже есть одна книга ездры по мнению исследователей исследователей эта компиляция была составлена евреем естественно но который знал греческий язык и более того он знал те книги которые были написаны позже позже времен ездры например книга премудрости соломона когда же это было составлено значит по мнению исследователей что скорее всего это период между третьим веком до рождества христова и первым веком ну тоже до рождества христова почему такое мнение сложилось потому что эту книгу цитирует известный еврейский писатель который жил в конце первого века его звали оси фуавий он ее цитирует и цитирует как авторитетный источник но чтобы книга стала авторитетной должно пройти какое-то время вот но наверное самый интересный вопрос связанный с сагогикой этой книги это вопрос языка что необходимо не таких первых предactive интернет вائна что так и вот этот Автор или компилятор брал еврейский текст и из этого еврейского текста выбирал какие-то другие тексты, их соединял, а затем этот текст был переведен на греческий язык и получилась вторая книга езды. Но есть и противоположное мнение, которое считает, что нет, эта книга была написана или так скомпилирована из греческого текста, соединяли разные греческие тексты и доказательства есть как в одну сторону, так и в другую. Но что очень интересно, что если посмотреть на греческий текст этой книги, то он достаточно сильно отличается от остального текста септуагинты. Например, обычно в септуагинте для описания народа используют одно слово, то в этой книге аж целых пять слов, которые там являются синонимами, но они все-таки разные. Как к этой книге относились христиане? На Востоке эту книгу, конечно, знали, ее читали и считали ее достоверной, потому что ее там цитировали и ссылались на нее. На Западе ее тоже знали, ее тоже цитировали, особенно интересно толкование, или точнее цитирование у Блаженного Августина. Он считает, что в этой книге есть пророчество о Христе, и он ссылается на тот самый спор между тремя телохранителями. И в этом споре, что сильнее всего, это истина, и Августин считает, что здесь пророчество о Христе, что истина – это Христос. Но в западной традиции она все-таки через какое-то время под влиянием Блаженного Ирана и Стридонского перестала считаться частью священного писания и оказалась там в приложениях просто как апокриф. Если говорить про русские исследования этой книги, то практически никто ее не исследовал. До революции вышла одна монография, в которой больше скорее разбирались вопросы исогогики, чем вопросы экзегетики. Ну и, естественно, эта книга толковалась в Библии, которую мы называем «Толковая Библия Лопухина». Вот. Пожалуй, это все, что можно сказать об исогогике этой книги. В следующей лекции мы с вами перейдем уже к чтению самой этой книги. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. И мы с вами были на библейском портале «Экзегет». Всего доброго.